Шанти-шанти-РФ и куровиметр таки курва. Ну, не совсем курва на самом деле, но нам было скучно, поэтому у нас появились тактические трусы, тактические носки и куровиметр курова, потому что почему бы нет. Кто не знает, куровиметр это прибор для изменения кривых линий. Ну, то есть, вот когда дяди с такой тросточкой ходят с колесиком, они обычно расстояние изменяют куровиметр. Потому что как ворона летит, это все хорошо, но в реальной жизни есть вверх, вниз, налево, направо. Куровиметр позволяет там транслировать сантиметры в километры. То есть, мы знаем, например, что в одном сантиметре этой карты 70 километров. Если мы измерим куровиметр в расстоянии от Москвы до Питера, получится примерно 10 сантиметров. То есть, примерно 700 километров, но мерили мы кривовато. Значит, что из себя представляет? Колесо, которое приводит в движение стрелочку на циферблате. Здесь у нас нижнее, это просто сантиметры. Ну, типа оно 1 к 10 должно транслировать в километры, но не заморачивайте. Снизу просто сантиметры. Сверху дюймы. Они в три раза, по-моему, отличаются. Не помню, на самом деле. С другой стороны тоже самое. Морские мили, километры. И некий Statute Miles. Это какие-то, вот хрен его знает, легальные мили. Что это такое? Я не заморачивался. Ну, какие-то, может быть, сухопутные мили иные. Я не знаю. Неинтересно. Ну, видимо, да. Если нижние километры, верхние это просто обычные сухопутные мыли, которые 1,6 примерно. Да. Значит, показываем, что он работает вверх. А, да. Он закрыт пластиком с двух сторон. Здесь тоже пластик. Ничего суперкрутого по ощущению в нем нет, но сверху металлическая держалка. Скорее всего, алюминиевая. Держится он хорошо, крепко, плотно, сломаться не пытается. Нижнее колесико имеет люфт, небольшая щель наблудается, но разломаться он не хочет и не шатается. Итак, мы устанавливаем на ноль. Ставим на 15 сантиметрах и поехали. И смотрим. Он показывает примерно 15 сантиметров. Конечно, есть погрешность. И для каких-то серьезных измерений вам, наверное, нужны более профессиональные куровиметры. Они остались еще со времен Советского Союза. Вообще с тех времен, когда куровиметры реально замеряли расстояние для целей военных, тактических, стратегических и туристических. Сейчас это больше игрушка, нужная для общего понимания, что как. И для работы с старыми картами или с картами в условиях отсутствия интернет-техники и электричества. Типа зимовка, корабль, что-нибудь такое. Космический аппарат, не знаю, здесь свет выключат. Вот. Но штука, в принципе, функциональная. То есть вот сейчас мы прокатили раз. Давайте мы сейчас прокатим еще пару раз. Опять же, нужно понимать, что здесь что-то может проскальзывать. Два. Сорок пять. И вот сейчас должно быть пятьдесят. У нас получилось, ну вот практически... А, нет, шестьдесят должно быть. Четыре, пятьдесят. Правильно. Вот практически шестьдесят и получилось. То есть, в принципе, работает достаточно точно. Колесико имеет вырезы небольшие. Да, то есть оно не совсем скользкое. В принципе, даже по пластику катается нормально, если немножко наживать. Хотелось бы потолще колесико. Все поточнее, побольше. Но за свои деньги это более чем нормальная модель. Куровиметр в натуральную величину, которая, в принципе, позволяет обучаться и с относительной точностью рассчитывать расстояние. Берут его часто, берут его много, большими партиями. Видимо, не зря. А на карте что ты хочешь заметить, чтобы я тебе показал? Ну вот смотрите, видите, что перематывать надо руками и смотреть внимательно, в какую сторону ты его крутишь. То есть, тут не очевидно. То есть, если мы вот так вот крутим, то надо двигать его против надписи, да, скажем так. Давай мы замерим расстояние, например, от Алмазной, нет, от Мирного до Якутска по дороге. Потом можно будет в интернете его проверить. Вот мы поехали сюда. Тут, предположим, мы как-то пересели на оленях. Ну, конечно, сложно следовать всем нюансам этой штукой. Так, у меня получилось, что от Мирного до Якутска примерно 15 сантиметров. Это 70, 35, 150 километров, да? Или 1500? Пусть комментов пишут. Нет, 15, это 1500. Получается, от Мирного до Якутска, полторы тысячи километров по этой дороге, если допустить, что из Сунтара есть какая-то дорога через реку до дороги между Эльгиаем и Кимпиндяем. Название прекрасное совершенно, мне кажется, нужно туда съездить. Продолжение следует... Продолжение следует...